Так в чем же первородный грех? В книге Иова есть такая цитата «Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества». Иов, 31 глава, 33 стих. Самое главное в этой цитате – это слова «Если бы я скрывал проступки мои, как человек». Говоря «человек», Иов имеет в виду Адама, который пытался скрыть свои проступки перед Богом. Хотя точно так же, как к Адаму, его слова можно отнести и к любому человеку, стремящемуся скрыть свои преступления. Маленький ребенок, совершив что-то запретное, редко честно признается в содеянном. Чаще всего он пытается скрыть это, либо из страха быть отвергнутым, либо из страха наказания, либо по каким-то другим причинам. Преступник, который совершает преступление, старается скрыть все следы. И вот эту природу человеческого характера мы унаследовали от прародителей человечества, старавшихся тоже спрятаться от Бога и переложить свою вину на кого-то другого. Бог дал Адаму и Еве заповедь не вкушать от древа познания добра и зла, предупредив, что они могут потерять свою жизнь. От древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Однако, поддавшись уговорам змея, сначала запретный плод вкушает Ева, а потом и Адам. И вот то, как они ведут себя в этой ситуации, отражает, в чем конкретно заключается их грех. Если бы они съели какой-либо буквальный плод, яблоко или персик, или еще что-то, то они постарались бы спрятать за спину руки, которыми срывали этот плод, или прикрыть рот, которым этот плод ели. Однако, вместо этого они прикрывают совершенно иные части тела. До нарушения Божьей заповеди Адам и Ева были ноги и не стыдились этого. Это Батие 2 глава 25 стих. И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились. Однако, стоило им вкусить плод, как они тут же начинают шить себе опоясанья и прикрывают нижние части тела, ну или в частности половые органы. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И глаза у них открылись обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанья. Это Батие 3 глава 6-7 стих. По-видимому, Адам и Ева были юны и наивны, чтобы научиться любить по-настоящему и строить семью, основанную на Боге. И основанную на истинной любви. Поэтому они поддались вожделению по наущению змея. Именно грех прелюбодеяния прародители человечества и пытались скрыть. У людей есть коллективная память. И поэтому чаще всего под фразами «запретный плод сладок» или «Ева соблазнила Адама» или «змей искуситель» или «змей обольстил» подразумевается именно незаконное сексуальное отношение, а не что-либо другое. Более того, первородный грех – это грех, связанный с родом и передающийся из поколения в поколение. А первая любовь оставляет в душе неизгладимый след. Если соединить это воедино, то только грех, связанный с любовью и рождением детей, мог передаваться из поколения в поколение. Сейчас уже не секрет, что мужчина и женщина, вступая в отношения любви, формируют не только тело, но и дух будущего ребенка. Кроме того, Адаму и Еве была дана заповедь, что они умрут, если вкусят плод. То есть на кону стояло не что-нибудь, а их жизнь, являющаяся наивысшей ценностью. Однако они рискнули жизнью ради того, чтобы вкусить плод. Единственная ценность, которая важнее жизни – это любовь. Адам и Ева рискнули жизнью ради незаконной любви. То есть они не могли рискнуть своей жизнью ради просто еды. И сейчас влюбленные юноши и девушки также часто совершают подобные поступки, которые совершили Адам и Ева, не предвидя последствий. И просто бросаются в свободную любовь, как в омут с головой. Если глагол «влюбиться» перевести на английский язык, то буквально он будет звучать как «fall in love», а это можно буквально перевести как «впасть в любовь» или «упасть в любовь». Что совершенно недалеко по смыслу от грехопадения или от прелюбодеяния Адама и Евы. Ну а если вспомнить то, что говорил Иисус Христос, когда обращался к фарисеям, книжникам, саддукеям, допустим, Евангелие от Матфея, 23 глава, 33 стих, «вы змеи по рождении Ехиднины» или Евангелие от Анна, 8 глава, 44 стих, «ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего», то становится ясно, что грех Адама и Евы и грех змея – это грех прелюбодеяния. Именно поэтому с этим грехом сложнее всего бороться, и ни одно общество в истории человечества так и не смогло его искоренить. Именно поэтому все социальные проблемы проистекают из семьи, а точнее из наличия или отсутствия в семье настоящей любви, верности и преданности. Если люди повторяют грех прелюбодеяния, то это становится источником всех социальных проблем в обществе. Почему Адам с Евой перекладывали свою вину друг на друга и прятались от Бога? Может быть, из страха наказания или от стыда и боязни осуждения, от боязни потерять благоволение Бога. Возможно, от высокомерия, отрицания своей вины, нежелания признавать, что они были наивны и купились на ложь змея. Если бы Адам с Евой сразу раскаялись в своем грехе, то история человечества пошла бы в совершенно ином направлении. Но не раскаившись, они закрепили в своих детях, в своем родословии, первородный грех, который можно охарактеризовать сейчас как тяга к блуду. Ну и завершить сегодняшнее видео я хотел еще одной цитатой. Это цитата из Евангелия от Филиппа. Евангелие от Филиппа – это апокриф, который датируется примерно III веком. И найден он был археологами, это писание было найдено археологами в 1945 году в Египте. Стих 42 в Евангелии от Филиппа звучит так. «Вначале появилось прелюбодеяние, затем убийца, и он был порожден от прелюбодеяния, ибо он был сыном змея». То есть можно сказать, что, наверное, в древних текстах все-таки это было не секрет, что корень греха – это прелюбодеяние. И от прелюбодеяния, от отношений змея Адама и Евы, и произошли все остальные грехи, в частности, то есть убийства. И еще есть иудейские произведения, толкующие Библию, такие как, например, «Перкей де Раби Элеезер», которые приписываются Равину Элеезеру. Это тоже первый и второй век, и в них тоже, в общем-то, говорится, что змей соблазнил Еву и возлег с ней, а после и Адам возлег с ней. В любом случае, оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу первородного греха, что вы думаете по поводу того, что суть первородного греха – это незаконные сексуальные взаимоотношения между Адамом, Евой и Архангелом, и как так или иначе все это повлияло на человеческую историю. А я просто желаю вам всем хорошего дня. Большое спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»